Добрый день, глубоко уважаемые коллеги. Хотелось поблагодарить организаторов за приглашение на данное событие. Собственно говоря, хотелось поделиться нашим опытом по вышеуказанной теме. Относительно актуальности, онкортипедическая операция подразумевает выполнение обширных резекций. Соответственно, при замещении дефекта, после того, как установлена конструкция, необходимо обеспечить функцию сустава. Для этого мы используем различные варианты реконструкции, такие как полимерные материалы. И, собственно говоря, непосредственно реконструкция может быть произведена при помощи лавсановых, либо каких-либо других биорезорбируемых, либо нерезорбируемых нитей. Непосредственно через отверстия, которые придуманы от изготовителя. Эквивалентом данных методик для нас стало использование титановой сетки. Так называемый титановый шелк, данная конструкция применялась в хирургической практике. И, собственно говоря, нам она досталась по наследству, и мы нашли для нее актуальные применения. Области применения это были эндопротезирование тазобедренного сустава, эндопротезирование коленного сустава в тех случаях, когда происходило замещение максимального отдела большеберцовой кости. И также выполнение реконструктивных операций на диафисах длинных трубчатых костей. Относительно тазобедренного сустава был накоплен опыт с 2014 по 2020 год. Прооперировано было 55 пациентов. Собственно говоря, были сформированы группы сравнения. 29 пациентам фиксация производилась к полимерной сетке, и 26 пациентам фиксация производилась к титановой сетке. Всем 55 пациентам был установлен вертужный компонент с двойной мобильностью. При оценке функциональных результатов мы использовали шкалу МСТС, шкалу Харриса. Оценка производилась на сроках 3, 6 и 12 месяцев. И, собственно говоря, статистически значимых различий мы не получили. Из чего мы сделали вывод, что титановые сетки работают так же, как и полимерные. Однако в группе, где использовались полимерные сетки, у 29 пациентов на контрольных осмотрах были выявлены серомы, которые формировались в проекции диафизарной части эндопротеза. По сути собой представляли своеобразный колокол жидкости, который препятствовал интеграции мягких тканей и статистически значимо ухудшил функцию у данной группы пациентов. Также был проведен статистический анализ и были получены статистически значимые различия относительно применения полимерных и титановых сеток, из чего был сделан вывод положительного влияния титановых сеток с точки зрения профилактики такого осложнения, как серому. В практике относительно коленного сустава период наблюдения состоял с 2017 по 2021 год. Данный вариант реконструкции разгибательного аппарата был применен у 23 пациентов. И, соответственно, среднесрочный результат удалось отследить у 17 пациентов. Средний срок наблюдения состоял 28 месяцев. На сегодняшний день мы не видели ни один из вариантов осложнений, нам не встретился. Но, опять же, сроки наблюдения достаточно незначительные. Мы понимаем, что проксимальный отдел большоберцовой кости достаточно опасный с точки зрения наступлений различного вида осложнений и локализации. И мы в ожидании каких-либо осложнений, в первую очередь инфекционных. Среднефункциональный результат по шкале МСТС на сроке 6 месяцев составил 83,1%. Клинический пример. Пациентка с верифицированной гигантоклеечной опухолью, так как под месту жительства долгое время не получала лечение, пациентка обратилась к нам за помощью, учитывая выраженную контрактуру на момент обращения, деформацию конечности, принято было решение отказаться от предоперационного курса ДНС-мампа и выполнить оперативное лечение. Выполнена резекция с эндопротезированием и установлена титановая сетка. Выполнена пластика разгибательного аппарата. Срок наблюдения 4 года. Соответственно, видео развернулось. Вот функциональный результат через 4 года после операции, активное разгибание полное, без потери эффективности с точки зрения разгибательного аппарата. Как мы знаем, в данной категории пациентов бывают перерастяжение собственной связки и подъем надколенника, что может привести к дефициту активного разгибания. Применение титановой сетки при реконструкции диафизарных пострезакционных дефектов. Самый большой материал у нас относительно плечевой кости. Количество наблюдений 11. Соответственно, средний срок наблюдения составил 26 месяцев. 2 пациента с первично злокачественными опухолями и 9 пациентов с метастазами. Механических осложнений не было выявлено. Один локальный рецидив с прогрессированием процесса. Операция была бы выполнена по поводу злокачественной фиброгистиоцитомы. У пациентки изначально был диагноз доброкачественного процесса. Несмотря на проведенное радикальное лечение, было прогрессировано ввиду отсутствия предоперационной химотерапии. Среднефункциональный результат у данной категории пациентов составил 83%. Клинический пример. Первично злокачественного опухоли гемангия деталиома. Выполнено удаление. Реконструкция дефекта. Костно-цементная пластика. Установлена титановая сетка и к ней подшиты мышечные комплексы и точка прикрепления дельтовидной мышцы. Функциональный результат через 6 месяцев по шкале МСТ с 93 балла. Проводя сравнительный анализ полимерно-титановой сетки, мы обратили на следующие моменты. Это стоимость импланта, то есть полимерная сетка намного дороже. Возможность перестерилизовать. Если мы обратимся к инструкции к полимерной сетке, там обтекаемая фраза нежелательно перестерилизовать. Соответственно, несмотря на то, что изделие обычно имеет избыточную длину и объем по площади, его можно было бы использовать неоднократно. Тем не менее, мы ограничены в такой возможности. Однако титановая сетка придает возможность неоднократной перестерилизации. Отличные и хорошие функциональные результаты мы получили и для обеих этих систем, и для обоих вариантов реконструкции. Соответственно, из минусов полимерная сетка у данной категории пациентов была склонность к формированию сером. Сером при титановых сетках мы не наблюдали. Также может быть использована полимерная сетка для реконструкции капсулы сустава. Однако титановый материал не может быть использован в проекции пары трения и в проекции самого шарнирного механизма относительно, к примеру, коленного сустава. Полимерной сеткой больше сообщений в литературе, больше количества наблюдений. Наши незначительные наблюдения, хоть и оптимистичные, но требуют более длительных сроков и, соответственно, набора клинического материала. В заключении хочется сказать, использование титановой сетки в качестве дополнительного средства фиксации, сохраняемых элементов мышечного аппарата к протезу, по нашим данным, хорошо показалось в различных анатомических локализациях. Получен нами результат применения титановых сеток сопоставим с результатом применения полимерных сеток. Мы получили хорошие, отличные результаты на сроках 6 месяцев после операции. Титановые сетки могут быть рекомендованы к внедрению в клиническую практику. Однако для формирования окончательных выводов требуется набор большего клинического материала. Спасибо за внимание.